Так, друзья, здравствуйте. Начинаю новую серию. У меня их этих уже под разными названиями, тем разных десятки, а фильмов снят уже прошла третья тысяча. Остановиться не могу. Сейчас пробую новую технику. Каким образом? По старинке снимаю телефоном, то есть фотоаппаратом. Так, по старинке. И пробую, чтобы сам компьютер сам снимал. Спасибо брату, научил Юрий Владимирович Зелезов. Сейчас посмотрю, что получится. Не получится, допустим, с этой записью самим компьютерами. Не надо, вот она будет на экране. Запись пошла. Поехали, к чему он меня научил. Так, нажимаю сюда. Вот. Так, и вроде бы время пошло на единичку. Вот, теперь сворачиваю, и у меня большая надежда, что все это записывается. А не записывается, допустим, что страшно, вот есть у меня видеокамера, встроенный фотоаппарат. Поехали. Итак, тема новая. Ее условное название, рабочее название. Я сам себе режиссер. Примерно так. Вся рота идет не в ногу, а один железо идет в ногу. Посмотрим, что из этого получится. Разговор будет долгий. Смотрите, это фактически обвинение. Все, дальше не буду листать. Это еще не конец. Ну, поехали. Итак, начнем, наверное, даже не сначала. Начнем с позитивного. Хотя нет, давайте, как и обещал, все подряд. Итак, средства массовой информации. Журнал «Преусадебное хозяйство». Если бы этот журнал меня не довел до инфаркта, не оскорблял бы, не придумал бы ложного лжежелезова, вот, который царил у них на сайте, вот, и которого они придумали, чтобы меня допустить. Это звучит странно, но тем не менее это было. Вот, поэтому я не скрываю название именно этого журнала. Посмотрите, чего он учил. Ну, ладно, вот такие вот, видите, такие вот верхние рисунок, именно рисунок. Взять бы, сфотографировать в натуре, а в натуре таких не бывает. Это надо рисовать. Ну, виноградные бывают, согласен. Но сделать вот такой яблоневый сад, это подлость и предательство, потому что это надо, вот, даже то, что в пределах этого, поверьте мне, железово, это надо сделать не десятки, не сотни, а несколько тысяч ран на деревьях, чтобы сделать вот такую вот галерею. Так, ну, в данном случае она называется аллея. Подлость и предательство, потому что это больные деревья, это значит, что их надо бесконечно опрыскивать и выращивать, пока она несколько лет до своей смерти будет плодоносить, надо их опрыскивать столько, что яблоки эти станут, прежде чем мертвые, больными станут и отравленными. Вот. Нижний рисунок еще страшней. Вот такой штамп. Я борюсь с этими штампами, все оставшись, я буду бороться. Это еще одна невероятная, придуманная художник, который никакого отношения к садоводству не имеет. Надо было сделать красивый рисунок. Его и сделали. Вот это вот, тоже, наверное, внизу яблоки. Наверное, это сделали сланцевую форму. Бедные деревья калечили. Но они тут же начнут расти, их надо будет каждый год калечить. А вот эта форма, никогда, запомните, нельзя издеваться над деревьями. Кроме того, что они живые, их нельзя калечить, я об этом буду говорить сто раз. Они, кроме того, имеют отрицательное биополе. Любое искалеченное дерево имеет отрицательное биополе. А льны больны. И яблоки с них есть нельзя. Запоминайте, это будет, это один из моих краеугольных постулатов. Вот. Ну и короткий век. Это больное дерево долго не проживет. Вот. Его еще и в горшок поставили. Это вообще, это уже, знаете, дальше, кроме мата, а мне матом неудобно, я все-таки, это самое, не на вечеринке где-то, а пьяный. Следующее, то же самое, даже повторять не хочется. Тем более, умудрились еще из кустарников деревья делать. Не понимаю, что кустарниковая форма появилась не случайно. Я не раз показывал вам, как деревья, которых отмерзают верхушки, переходят на кустарниковую форму. Но специально делать из кустарников снова дерево, это просто глупость. Это даже нельзя назвать какой-то осмысленной акцией, глупость и все. Вот. Ну, о хорошем. Значит, что мы имеем? Мы имеем вот такой, вот такую книгу. Это моя книга, называется «Северный сад. Сотворение чудо своими руками». Уникальная книга, красоты необыкновенной. Вот. Значит, сейчас я ее уже не рекламирую, у меня осталось несколько экземпляров. А редактор Павел Троценко, ох, я не уточнил у него, наверное, на этом и все. То есть, вы посмотрели и можете про нее забыть. Ну, давайте посмотрим, что у нее есть. А, у меня же еще она есть на диске. И дип стоит столько, сколько бутылководки, 300 рублей. Она еще есть на диске. Ну, сами понимаете, что создать такое чудо, вот, книга на диске за 300 рублей, а вот это, это уже поздно рекламировать. В общем, мы поняли. Есть, правда, еще одна книга, но это уже другой разговор. Итак, в этой книге просто я вам расскажу, вот, хранение приводов. Важно, важно. Выбор почек. Вот это вот мой закон, который я называю «Закон сопочинения почек». Я сейчас не буду расшифровывать, но хотите иметь такой сад, как у меня, значит, хотя бы, это, мои диски купите. У меня, кстати, 20, и все все полезные. Вот. Книга есть книга, много не расскажешь, но принципиальные вещи я показал в виде риса, в этих фотографиях. Посмотрел фотографии, уже все ясно. Насколько они отличаются от того, что вы видите в чистых кисточках. Я был вынужден, смотрите, вот, копулировка, да, вот это вот длинный косой срез. Это я так делаю. Еще и длиннее делаю. Вот видите, вот этот еще длиннее. А вот так, смотрю, я его срисовал с этого самого, с журнала. Ну, а вот так состыковать, поверьте, вот когда вот длинный, длинный, у него получается длинный срез, он получается как бы помягче, что ли, и когда его со всей силой обматываешь пленкой, желательно моей пленкой, вот, которая самая лучшая на свете. Видите, это вам не изолента и не это, сопли из этого, сантехническая пленка, ее тоже помудрились рекламировать. Ну, помните, трубу обматывать, она как сопля. А вот это вот, слева еще раз, у нас курсор видите, значит, что вы видите? Вы видите, что короткий срез, очень плохо сживить два вот этих вот две половинки. Так же и тут. Ведь когда по отдельности рисуют, берут вот такой вот, вот такой клинышек. А как он может состыковаться подой с приводом? А я рисую длинный клин. Вот вам еще пример. Вот. Вот посмотрите на этот рисунок. Вы знаете, в этом рисунке из моего только вот этот крест. Это я вспомнил камеру. Раз, два. Вот. А сам рисунок, ну, вы уже догадались, рисунок взят из книги. Вот он. А я это отрицаю. А сейчас 21 век. А в 20-м году, в 19-20-м и в этом опять все учат вот так садить. А потом это все проваливается и там все гниет. Ничему не научились, представляете? Вот я обжалуюсь. И, наконец, вот это еще из моей книги. Ну, пусть плохо видно. Это потому, что книга-то прекрасно все изображена. А я страницы перефотографировал, как умел. И вот вы видите, что? Вот эти косточки абрикосовые. Вот. Открывая вот этот секрет, который почти никто не знает. Во-первых, приходится их прикапывать, но символически. Глубоко закопаешь, как учат большинство специалистов. Ну, практически все. Это значит, что потом вот это место, вот это вот, оказывается где-то на несколько сантиметров под землей. Вот. И вот сейчас у него начнет расти штамп, расти-расти, вот-вот он вышел, смотрите. Он тоже под землей. У абрикосов груз гнивает однозначно. За несколько лет и дерево гибнет, а причину еще чем угодно. Будут заливать водой, предсказать, она будет умирать, предсказать, это химикатами. Вот. Что угодно делать. Даже топором махать, мол, ты что, это, что-то не выгодно, такая-сякая, не хочешь плодоносить. А она просто умрет. Почему? Вот эта часть под землей, это опасная, страшная вещь, но почему-то об этом, пока я не появился на экранах, на книгах, в журналах, никто не говорил, никто не знал. Я кричал «караул», да и сейчас меня не слышат. Вот. Потому что мне неудобно повторять то, что случилось. У меня есть две публикации, вот такие же. Вот я же вам показал целиком, как выглядит вот эта папка, да. У одного из крупнейших авторитетов, можно сказать, всей планеты написано, что на 10 сантиметров закапывается какая-то эта самая, эта самая, косточка. А у другого аж на 20. Я не могу понять. А потом, когда они жаловали, знаете, она чего жаловалась? Да вот, понимаете, посадил сад из тысячи косточек, а он мёртвый. И второй пишет, посадился, а потом у них что-то начало получаться. Но получался тогда, когда они начали эсколки пересаживать, их этим спасая, потому что за год не успевало сгнивать основание штаба, а на второй-третий год уже посадка была нормальная. После пересадки. Вот это частично спасало. Но мы с вами должны знать правду. И вот эта вот косточка, она была под землёй полностью. Потом чудо случается в том, что она просыпается, лопается, как бы назвать это, оболочка, так, скорлупа. Она втыкает в землю, вот так, вертикально, корешок. И вы знаете, происходит чудо. Вот так вот она, вот такая вот. И вот страшная сила вот эта вот подымает её, подымает, подымает, подымает. И она вылазит целиком. И выясняется, что вот это уже семидоли. Вот. Нижняя, как бы, запас веществ вот здесь. Но всё это было под землёй. Под землёй я, к сожалению, вынужден сказать, что природа предусматривает, что из тысяч, тысяч выживают всё равно единицы. Места под солнцем всё равно не хватает на всех. Вот. Остальные там мыши тысячами жрут, и всех жрут, все едят. Ростки едят. Вот. А мы вынуждены всё-таки закапывать под землю, чтобы их хотя бы побольше взошло. Но не глубоко символически. Вот видите, и, наконец, обрезка. Вот. Это случилось в моём саду. Я этот штамп не делал. Не делал. Я просто... Он у меня такой штамп с собой получился. Я сделал две прививки. У меня вот так вот было. Две скелетные ветки. Я сделал две прививки. Ураганный ветер. Их предлагаются или уничтожить заподлицо. То есть, эти ветки уничтожить, делая рану на кольцо. Страшная вещь, кстати. Совет страшнейший, губительный. Или взять и согнуть её. Мол, если мы её выгнем, она уже будет не под острым углом. И даже ещё раньше заплодли. Всё правильно. Но я показываю причину, почему они рушатся. Видите-ка, у неё нет сцепления здесь настоящего. Вот. Ну, детали это потом. Я же не могу всё к ним выкомментировать. Вот. Ну, здесь, к сожалению, ещё хуже у меня получилась фотография с экрана. То есть, снятая с книги. И здесь трудно видно, что вот здесь вот где рана, а там где рана, вот здесь рана, туда проникает мороз. Мороз уничтожает живую ткань, делают её мёртвую. И тогда полезли грибы. Не наоборот, что грибы жирают, тату их. Вот. А то придумали уже паяльные лампы. Так хочется бы вытереться. Грибы уничтожать. Время, проведённое в саду, не засчитывается срок жизни. Важнейшая глава, но, к сожалению... Ай... К сожалению... Да. Некогда мне сейчас всё это рассказывать. Ну, это вы видели, так сказать, то, что принесло успех мне, принесёт вам, коротко, кусочек моей игротехники. А вот эта дурь... Извините, меня просили по меньшим таких выражений, экстремистских. Эту странную посадку... Я этот журнал увидел, сфотографировал в Абакане. Там есть магазин, очень популярный магазин. Вот. И там есть... Продаются в специальных ларях, стояли саженцы. Кто меня постоянно отслеживает, тот видел фильм, называется... Который я назвал... Полусекретная съёмка саженца. Полусекретная, есть такое слово. Можете по этому слову даже найти это кино. Полусекретная. Редкое слово. Полусекретная. И вот получается, что продавщица листала журнал. Я в неё попросил, вот это увидел, схватился за сердце, схватился за голову и сфотографировал с экрана. Несколько раз уже всем показывал. Ещё покажу. Они уничтожили несколько десятков веток, которые называются скелетные. Это тихий ужас. Они не ведут, что творят. Это люди, не садоводы, потому что всё это предлежит смерти. По-хорошему надо было, учитывая, что салют очень мощный, надо было вот эти ветки не отрезать, а ставить где-то полметра, метр. И наоборот, всё, что выше, отрезать. В надежде, что хоть немножко здесь выкормят. Каждая ранка, это значит, что прерывается сосудистая система. Вот представляете, здесь должен идти сок. Представляете, что получается. Они посадили на смерть, но у них задача другая была. Продать журнал, то ли 10, то ли 20 тысяч экземпляров. Его надо было наполнить каким-то содержанием. Если ничего не надо делать, значит ничего не надо делать. А тут получается целая статья. Вот это горько мне говорить, вот это вот процветает такая вот агротехника в кавычках. Ну, это я сфотографирую. Это Белоруссия. Та же самая болезнь. Длинная, страшная. Штамбы. Вот смотрите, сколько веток отрезано. И калеки. На всю оставь всю жизнь. А это я снимал с экрана. Это было кино целое. Горько всё это видеть. Тем более, что Белоруссию я отправил президенту Лукашенко. В лучшие годы. Это было, ну, допустим, 5 лет назад. Или 7. Я отправил вот эту же книгу, которую вы видели. Я отправил диски. И отправил, естественно, это прямо президенту. Естественно, что президент отправил министру сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Белоруссии. То есть Лукашенко, министр сельского хозяйства. Тот передал замминистру, сказал, разбирайтесь. Замминистр поручил какому-то клерку. Он прочитал книгу. Он написал восторженное письмо. Оно у меня есть в этом. В моём архиве. Там хвалит меня безверно. Ваша книга великолепна. Она так нужна дачникам. Замечательно. Продолжайте. Правда, сказать, что мы напечатаем, дадим денег или возьмём книгу. И с вами заключим договор. Напечатаем. Для наших дачников, чтобы пользы была. Они про чего-то, про это ничего не сказали. Они сказали, что замечательная книга. Но сказали следующее. Регламентом у нас предусмотрены вот эти самые обрезки, которые я считаю подлыми, предательскими. Белоруссия это всё-таки не Италия. И вот получается, а кто не верит, вот сегодня 18 января, юг, это самое, всё завалено, все несколько южных стран, включая наш юг, завалено снегом. Где-то морозы на 300 градусов. Вот вам и это, садоводство. Из коричных деревьев. Вот это случилось. То есть пользу я Белоруссии не принёс. Вот это, естественно, я сфотографировал с экрана. Вот, дачные феи. Они как раз по телевизору мелькали. Я быстро подскочился с этим. Давай показывать, что они творят. Вот. Сразу увидите. Вот здесь вы потом увидите, что получится, как выглядит. Понятия холм нету. Посадили саженец. Вот. Они в другом месте. У них же как? Тема, допустим, посадка, как яму посадочную. Здесь будут стоять мешки. Тут будут стоять ящики. Тут будут стоять эти, как они называются там? Тележки там. Совсем, это, 5-7 наименований, что надо. Вот. Здоровенная яма. Так. И всё это надо туда сложить. Это называют клакой. Вот. Потому что именно там, из колечных корней, там такой клак изгнивает. Но здесь они сделали попроще. Тут они забыли, что по правилам, по ихним же надо садить огромную яму. Вот. И взяли, просто посадили. Но замариться не стали. Выкопали ямку. Вот. Посадили. Потом эта ямка, даже небольшая, пусть она полметра на полметра. Вот. Она всё равно провалится. И дерево начнёт гнить. Посадили они. Здесь нету даты. Но они посадили. А у меня тогда на телефоне, я только последние, 21-го года, с 21-го года, я только сделал так, что у меня на телефоне есть дата. И вот, получается, даты нет. А, ну, в принципе, всё равно это запись. Они не раз её повторяли. Короче, это с листьями. Весна или осень, не знаем. А вдруг середина лета. Им когда надо снимать, тогда они и придумают. А потом этот сальниц, опять со страшным штампом, ненужным деревом, искусственным, искалеченным, с листьями. Приживаться будет плохо. И я уже несколько раз мечтал. Ну, хоть бы кто по следам этих самых, их страшной работы, а много они наделали, эти феи, удачная, из телеканала выберут. Много беды принести стране. Вот. Что хотя бы увидеть, а где сейчас этот саженец? Представляете, прекрасно развивается, прошли годы, на нём яблоки. Чёрт из два, никогда мы не узнаем это. Вот в чём беда. Вот. А это не всё. Вот. Вот они. Чё-то делают. Нет бы оставить саженец в покое. А вот что делают. Разрезают бутылки пластмассовую, вот. Дурь натуральная. Я уже не выбираю выражение. Почему? Потому что там, типа, получается, парник фактически. Зачем они это делают? Ещё посреди лета они так сам бестить не смогли. Они как клоуны, просто дурачились. А я вам скажу, что будет. Вот. Если их не уберут, допустим, придёт зима, а она не будет засыпать. Вначале даже, может быть, заснёт. А потом, вот теперь, какая-то. А здесь теплица. И перед самой зимой полезут почки из него. Короче, вот это было настолько, было бы смешно, если бы не грустно. Вот. Ну, следующую фотографию я делал. Хороший мужик. Настоящий. Садовод, всё. Меня единственное удивило, да, вот он собирается садить малину. Попрошу прощения. Телефон. Ой, телефон. Этот самый. На улице мороз. Пора детей развозить. Кого куда. Это суббота же. Так. Ничего, успею доснять фильм. Сама камера отключится через 7 минут. А записывает ли этот самый компьютер, я сейчас не знаю. Узнаю потом. Вот там мне обещали, что, брат, обещал, что там выше качество будет. И вот он садит малину и есть одно но. У Малины самое главное, это же всё-таки учебный фильм, это корни. Надо оставлять буквально вот такой пенёчек, вот такой вот. Вот. И не садить целиком. Всё равно не выкормить после пересадки. Корни не те, чтобы выкормить всё это. Получается, всё равно вся надежда на те побеги, которые новые, пойдут вот так от корней. А вот это вот, то, что вы видите, это уже не нужно. Это мой совет. Вроде бы, по разу показывают, значит, молодец, но не совсем. Надо было отрезать вот эту дубину. Вот. Хлора Сибири. Итак. Ну, давайте так. Фальшивые сайты, фальшивые саженцы. Вот эти саженцы, это... А, ну я всё-таки начну и на этом закончу. Начну говорить. Это привезли огромную партию в Красноярск. Видите, это Красноярск. Вот он. Привезли огромную партию с Молдавии. Продавали. Так как им надо было что-то на сайте написать, объявление, они взяли мою фотографию. Вот она. Это моя фотография. Моя личная. Вот. Я часто говорю, мне говорили, допустим, они скажут, Валерия Константинович, ложь, неправда, в суд подадим. Это наша фотография. Это вы нас позорите, это вы у нас украли. Вот. Я в таких случаях уже перестаю лезть в архив, показывать её же. А там, знаете, как там есть все данные, направляешь и там все данные, в каком году снято, каким телефонам или этим фотоаппаратом. И вот линейка, вот она, моя фирменная линейка. Чтобы польза была именно от этого фильма, пожалуйста, я вас прошу, я вас умоляю. Вот. Запомните эту линейку. Вы её увидите ещё на чужих сайтах сотни раз. И с другими фотографиями, где эта линейка, это моя фирменная линейка. Когда-то мне Бог подсказал, чтобы меньше было вранья, чтобы меньше было гибели. Чтобы люди, увидев эту линейку, сказали, все, саженцы в кольшевые прижили с юга. Пошли они на этот самый, на хутор. Вот так должно быть. Вот и получается. Питомник, флора Сибири, и даже простенького манчжурского абрикоса, вот он, они так и пишут в манчжурский, с одной бутылки водки. Даже его нету. Вот этого простенького, даже этого у них нету, а иначе бы они бы сделали свои фотографии. Еще бы роскошнее этой. Я же не профессиональный фотограф. Челкнул, дальше пошел. Вот такая картина. На этом мы и заканчиваем. Все равно истекает последние минуты. И посмотрим, или вы этот с экрана увидите, или вы увидите этот же фильм с компьютера, если запись идет, о чем я еще и сам сомневаюсь. Ну, все, друзья. До свидания. Это будет первая серия. Называться будет то ли вся рота идет немного, то ли средства массовой информации, друзья или враги, знак вопроса, что-нибудь придумаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова